Это было во второй половине шестнадцатого столетия. В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик. Его назвали Томом. Семья голодала, и когда мальчик подрос, ему пришлось просить милостыню. Приходя домой вечером с пустыми руками, Том знал, что отец, доведенный нищетой до отчаяния, будет ругать и колотить его, а поздней ночью к нему прокрадется вечно голодная мать и потихоньку сунет ему черствую корку или же какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама, но сберегла для него. Бродя по улицам Лондона, маленький Том однажды подошел к воротам королевского дворца. Сквозь позолоченные прутья решетки он увидел мальчика своих лет, разодетого в шелк и атлас. На боку у него висела маленькая сабля, усыпанная самоцветами. На ногах были изящные сапожки с красными каблуками, а на голове алая шапочка с не спадающими на плечи перьями. Это был принц. Том прижался к решетке, чтобы рассмотреть его поближе, но часовой грубо отшвырнул маленького нищего. Толпа зевак загоготала, а принц капризно закричал. «Отворите ворота! Пусть этот нищий войдет! Я хочу поговорить с ним!» Никто не осмелился возразить. И Том вошел вместе с принцем в королевский дворец. «Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Садись! Как тебя зовут?» «Том Кенти, сэр». «А где ты живешь?» «Ох, я живу далеко отсюда, Ваша милость. Я живу на дворе объедков, за обжорным рядом». «Двор объедков? Первый раз слышу». «А это недалеко от рыбного рынка. Вы знаете, где рыбный рынок, сэр?» «Нет, не знаю. Я никогда там не был. А у тебя есть родители?» «У меня есть родители. И еще бабка в придачу». «А отец твой любит тебя?» «Он очень тяжел на руку». «И у моего нравник роткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань, по правде сказать, он тоже не скупится. Сейчас он очень тяжело болен, и меня к нему не пускают. Сегодня ему совсем плохо. Ну, расскажи мне о твоем дворе объедков. Что ж тут рассказывать? Весело тебе там живется. Конечно, весело, сэр. Если только я сыт. Что, правда, не так часто бывает. К нам приезжает Петрушка, и заходят шарманщики с живыми обезьянками. А иногда, сэр, дают представление настоящие бродячие актеры в пестрых костюмах с приклеенными бородами и с фальшивыми носами. Они дерутся и убивают друг другу нас на глазах, а потом встают и раскланиваются перед нами. Расскажи еще что-нибудь интересное, а? Мы, мальчишки с улицы, тоже деремся иногда на палках. От этого и я бы не прочь. Ну, рассказывай дальше. Летом мы не вылезаем из воды. Мы купаемся с утра до самого вечера, брызгаемся, хватаем друг дружку за ноги. За ноги? Мы валяемся, срываем друг другу в песок. В песок? Мы плаваем, кричим, дыряем. Вниз головой. Нет, сэр, рыбка. Ну, чему вы так удивляетесь? Да я бы отдал полкоролевства моего отца, чтобы хоть раз повеселиться вместе с вами. Мы еще пляжем, ходим босиком по лужам. О, сэр, если бы вы только видели грязь на нашей улице. Ой! Мы делаем из нее пироги. О, милая грязь. Слушай, мальчик, давай поменяемся с тобой одеждой, пока нам никто не мешает. Мы с тобой переоденемся и поиграем в двор объедков. Только теперь я буду нищим, а ты принцем. Ну? Да ну не бойся! Я же научу тебя обращаться с этой одеждой. Это не очень трудно. Ну, живее! Снимай скорее свои лохмотья. Ну, снимай. И надевай этот наряд. Так. Так. Лови! На плащ. Так. Так. Ну ты помоги мне, что ж ты стоишь. Ой, я вот ее никак не могу. Так. Вот и застегни. Так. Так, расправь кружево. Ну-ка. Ой! Посмотри-ка в зеркало. О чудо! Мальчикам показалось, что они вовсе не менялись одеждой. Они уставились друг на друга, потом поглядели в зеркало, потом опять друг на друга. Сходство было полнейшее. Они хохотали до упаду, и принцу пришло в голову пробежаться по дворцу. Узнают ли его придворные. В один миг он схватил какой-то небольшой предмет, лежащий на столе, и стал озираться вокруг, как бы ища, куда его спрятать. Взгляд его упал на рыцарский панцирь, висящий на стене. И мальчик быстро засунул этот предмет в одну из рыцарских рукавиц. А это что за штука у тебя в руках? Игрушка? Нет, это не игрушка. Это очень важная вещь. Ее дал мне мой отец на хранение. Пусть она полежит здесь, а я побегаю по саду босиком. Подожди меня здесь! Том отлично использовал свое одиночество. То так, то эдох становился он перед большим зеркалом, любуясь своим великолепным нарядом. Играл изукрашенным драгоценными камнями кинжалом, обнажал красивую шпагу, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как было бы здорово, если бы мальчишки со двора объедков могли глянуть сюда хоть на миг и увидеть его в таком великолепии. Но прошло полчаса, и Том заскучал. Вытащив из рыцарской рукавицы предмет, спрятанный принцем, Том стал вертеть его в руках. Что же это за важная вещь? Орехи ей бить, что ли? Ну что же тут так долго нет этого принца? Эй, Паш, ты его не видел? О ком вы изволите спрашивать, ваше высочество? Как-то о каком. О том самом мальчике, который был в этой комнате. Я его жду, жду, а его всё нет и нет. Ваше высочество изволит спрашивать о том оборванца. Его вышвырнули за ворота. За ворота? А когда его вышвыривали, он отбивался ногами, кусался и кричал такую ерунду, что даже солдаты не могли удержаться от смеха. Скажите, он кричал? А что он кричал? Он кричал, будто вы украли у него его платье. Что же это теперь будет, а? Я же пропал. Ваше высочество, к вам лорд Сеншен. Простите, простите, принц, что я нарушил ваш покой. Его величество король умирает и хочет с вами проститься. Мой отец нищий, а не король. Я не принц, я Том Кенти. А помните, с ваше высочество, что вы такое говорите? Я хочу домой. Выпустите меня на площадь. Я верну принцу его одежду. Ваше высочество, к вам лорд Гертфорд. Принц, король умирает и просит вас передать мне большую королевскую печать, переданную вам на хранение. Дайте мне эту печать. Я не брал никакой печати. Как не брали? Принц, я лично присутствовал при вручении вам большой королевской печати. Честное слово, я не брал никакой печати. Тяжелое горе постигло нашу страну. Его величество король скончался. Ваше величество, подойдите к окну. Счастливый народ хочет увидеть своего короля. Какой же я король? Я же нищий, а не король. Да здравствует король! Караул! Да здравствует король! Шумит Лондон, на престоле новый король. Но народу не легче. У таверны расположилась группа оборванных людей. Не фартинга в карманах нет, а во дворцах пиры. Веревод же золотом монет мастят свои дворы. Король на наши деньги пьет, не думает о нас. Он весь бы нищий, свой народ повесил хоть сейчас. Я искал правды, и они клеймом выжгли ее у меня на спине. У меня была постель. Они сказали мне, ты можешь спать на земле. У меня был очаг. Они разрушили его. Грейся у костра. У меня были дети. Они сказали мне, разве без них мало нищих? И посадили меня за решетку. И когда у меня уже больше ничего не осталось, кроме жизни, тогда они пожалели меня и сказали, у тебя все равно больше ничего нет. Тебе лучше умереть, чем так жить. Мы тебя повесим. Ты слышишь? Это поет Гентер. Он поет свою новую песню. Его песни любят в народе. И мы ее добьемся, и мы ее добьемся. Никто у нас не отберет того, что нам дано. И если солнышко взойдет, то светит нам оно. Для нас весна цветут поля, и нам принадлежит земля. И мы ее добьемся, и мы ее добьемся. И мы ее добьемся, и мы ее добьемся, и мы ее добьемся. Невоспитанных собак. Повторяю вам, что я король Эдуард. Держите меня, я сейчас упаду от смеха. Он с ума сошел. Это он от голода. На, мальчик, хлеба. Уйди от меня, глупая женщина. Очень мне нужна твоя жалкая корка. А что же вы стоите? Невежие. Скорей на колени. Да стукайтесь лбами покрепче. Вас дайте честь. Его королевский в лохмоте. Король, ты убежал с коронации? Или ты еще успеешь во дворец? Там коронуют нищего мальчишку. Тогда мы коронуем тебя. Король фу-фу первый. Да здравствует король Шутов. Если ты король, так отмени налоги. Я подарю тебе вот эту селедку. Друзья, друзья, не смейтесь над больным ребенком. Разве вы не видите, что он нездоров? Не дразните его. Гентон, да что ты заступаешь из-за этого Шута? Эй ты, как тебя, Гентон? Приказываю тебе изрубить всю эту толпу негодяев в куски. А ты, парень, не грози. Будь себе королем, если тебе это пришлось по вкусу. Но сделай это так, чтобы от этого никому не было обидно. Я велю их всех вздернуть на веселье. Король, король, король. О, за шум. Кого поймали? Господин стражник, мы короля за хвост поймали. Заткни себе глотку. Клянусь моим левым ухом, который отхватил мне королевский судья на прошлой неделе. Мы поймали короля за хвост. Эй, стражник, именем короля приказываю тебе арестовать всех этих людей. Что ты шумишь, щенок? Кто ты? Кто твой отец? Я король, а мой отец умер. Так это я умер. Так это ты король? Подесада паршивец. Я торгу тебе уши, не будь я Джоном Кенте твоим отцом. Дома ни куска хлеба нет, а ты здесь народ потешаешь. Дурак. Ты не смеешь ко мне прикасаться своими грязными руками. Моя личность неприкосновенна. Что ты сказал? Вот я тебе... Остановись! Не трогай мальчика. А его отец, а ты кто такой? Кто бы я ни был, ты не ударишь его. Подожди, или я проломлю тебе голову вот этой дубины. А шмага тебе по вкусу, а? Прошь отсюда! Срочно! Не бойся, мальчик, он больше не вернется сюда. Ты храбрый человек, я жалую тебе титул барона. Вот чудно! Я давно ждал такого случая. Ну, а теперь пойдем, бедняга, я накормлю тебя, а то ты чего доброго пожалуешь мне, титул графа. Ну, пойдем. За каулками и за дворками направились маленький принц и Гентон к реке и дошли до лондонского моста. Этот мост, существовавший уже шестьсот лет, представлял собою любопытное зрелище. По обе стороны, от одного берега до другого, тянулись ряды лавок и складов с жилыми помещениями в верхних этажах. Мост был чем-то вроде отдельного города. На нем были своя гостиница, свои пивные, булочные, свой рынок и даже своя церковь. Жители моста мирно спали по ночам под колыбельную песню бурливой реки. Гентон жил в небольшой комнате, тускло освещенной парой тощих свечей. Маленький принц еле добрел до кровати и повалился на нее, совершенно истощенный голодом и усталостью. Я рад, мальчик, что вся эта история так хорошо кончилась. Клянусь моей шпагой, никто никогда не ударит тебя больше. Да, не хотел бы я иметь такого отца. Сколько раз я уже говорил, что мой отец был королем. Я должен попасть во дворец. Я разоблачу этого нищего оборвыша. Как он смеет сидеть на моем месте и править моей страной? Успокойся, успокойся. Об этом у нас будет время подумать завтра. А сейчас ложись спать. Я хотела бы умыться. Умывайся, пожалуйста. Ну? Что с собой? Скажи на милость. Ну что ж ты стоишь? Подай мне умыться и не говори столько лишних слов. Клянусь всеми святыми, это великолепно. Ну, на тебе воды. Вот. 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 Так. Помоги мне раздеться. Я устал. Ты будешь спать на полу у дверей и сторожить мой сон. Ой-ой-ой. Отдыхайте, Ваше Величество. А я пока подчиню ваш наряд, который эти бродяги изрядно вам порвали. В чужую дальнюю страну Пошли три брата на войну. И каждый вечер у окна садилась бедная она. Сынов с похода ждать. Сынов с похода ждать. Они в поход ушли втроем. Был старший брат убит копьем. Он был сражен в бою. 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 Ты знаешь, где живет королевская портной? Лорд Гердфорд. Лорд Гердфорд. Казните герцога Нарфолькского. Казните. Казните. Я сам скреблю приговор. Несчастный даже во сне правит государством. Алое платье ему. Нет уж мальчику придется донашивать то, что на нем надето. Только я поставлю несколько благородных заплат на это неблагородное одеяние. Воскрепить удовольствие. Более всего, что он проходит в бою. Ваши работы. Будел господице. не слабит. Ницпелете. На это emptiness. Отдает время. О том, Маленький Том тоже спит в королевской спальне. Наступает утро. Возле пышного ложа маленького нищего собрались придворные. Ну что, король наш, что он, а? Проснулся он, открыл глаза. Он никого не узнает и ничего не признает. Он ест руками за столом. Меня, меня назвало слом. Наш король сошел с ума. Тише, нам всем грозит тюрьма. Как же мог он все забыть? Врачам бы надо поручить его немедленно лечить. Да, да, лечить, лечить. И прекратить всему учить. Ох, лорды, никаких речей король не терпит про врачей. О, опустите меня, не отнимайте меня. Не бей меня, отец. Что он сказал? Что? Что он сказал? Он сказал, о, мой бедный отец. Он сказал, о, мой бедный отец. Мне послышалось другое, милерды. Мы разбудим короля. А? Что? Зачем вы все здесь? Что вам от меня надо? Ваше величество. Не угодно ли будет вашему королевскому величеству встать? Встать, ваше величество. Хорошо. Я сейчас встану. Король хочет одеваться. Рубашку королю. Королевскую рубашку. Милорд, пиляйте, пожалуйста, королевскую рубашку. Рубашка его королевскому величеству. Однажды, когда во время ярмарки загорелась карусель, вот точно так же передавали ведра с водой. Как это остроумно. Это мило, мило. Восхитительно. О, эту шутку теперь будут повторять все. Напустите же меня, милорд. Я же сам могу надеть эту рубашку. Позвольте, ваше величество. Я не понимаю, неужели я сам не могу одеваться? Где чулки? Чулки королю. Королевские чулки. Милорд, передайте, пожалуйста, королевские чулки. Чулки его величеству. Чулки королю. Королевские чулки. Смотрите, милорд. Нет, нет, вы, милорд, посмотрите. Ах, что я вижу? Дыра в королевском чулке. Тюрьму главного хранителя королевских чулок. Тюрьму, 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 тюрьму. Что у вас там вышло с чулками? Дыра? Да, ваше величество. Так это же можно за что быть? Ну, стоило ли из-за этого так волноваться? Давайте я их надену с дыркой. Ваше величество. Да соблаговолите, ваше величество, изъявить согласие умыться этой тёплой кипячёной водой, почистить зубки, освежиться после сна и вытереться этим душистым, пушистым полотенцем, и причесаться этим прелестным гребешочком. Никак не думал, что так трудно быть королём. Это же прямо никакого покоя с утра до вечера. Ваше величество, готов первый утренний королевский завтрак. Завтрак – это хорошо. Хорошо. Несите его сюда. Все эти кушенья мне одному. О, ваше величество, а да... Да, но ведь тут же на 12 человек наготовлено. Я же всего один не съем, милорда. Как вам угодно, ваше величество. Ой, 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 как вы тут неэкономно живёте. Но если я всего этого один не съем, ведь не собакам же всё это выбрасывать. Собакам, ваше величество. Каким собакам? Вашим, ваше величество. Сколько же у меня собак? Ваше величество, двести больших и сто маленьких. Скажите, у всех королей столько собак? Ваше величество, у некоторых даже больше. Больше? А каких больше, больших или маленьких? Палата лордов уточнит этот вопрос и доложит вашему королевскому величеству. А зачем королю столько собак? Для травы. Для охоты, ваше величество. Ваше величество, они грызутся между собой. Это очень интересное зрелище. Это гораздо интереснее, чем бой петухов, ваше величество. Вашему величеству должно быть известно, что у вас столько же петухов в королевском куряте. Позвольте, позвольте, ваше величество, позвольте отрезать кусочек. Разрешите, ваше величество, положить вам еще? Разрешите, ваше величество, налить вам? Окажите милость, ваше величество, откусите от этого кусочка. Ваше величество... И как это вы не возьметесь дышать за меня? Как это остроумно! Это мило, мило! Восхитительно, Ваше Величество! Ваше Величество, эту шутку теперь будут повторять все! Прошу с нисхождения, милорды, у меня мучительно чешется нос. Нос? Скажите, каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь в подобных случаях? Ваше Величество, чешется нос, а? Палата лордов уточнит этот вопрос и доложит Вашему Королевскому Величеству. Слушайте, лорды, может быть, у Вас еще есть какие-нибудь дела во дворце? В круглом зале заседания комиссии по усовершенствию налоговых операций. Ну вот и пойдите туда! Слушаем, Ваше Величество! Набитые с соломой головы! Дураки! Как они мне все надоели! Ну ладно, раз они мне все не верят, что я просто Том Кенти, а не принц Эдуард. Раз они так хотят, чтобы я был королем, пожалуйста! Но я покажу им, какой я король! Они у меня еще попрыгают в дурацкие рожи! Ваше Величество, к Вам леди Джен! Ну пусть войдет! С добрым утром, Ваше Величество! Здравствуйте, девочка! Как Ваше здоровье, милорд? Ничего! Не тревожили ли дурные сновидения Ваш ночной покой? Сновидения? Сегодня мне снилась ярмарка! Как будто я и дети с нашего двора объедков лазили на праздничный шест за призами. Ну а мне застояли все наши ребята и кричали, давай, давай! Но шест вдруг провалился сквозь землю, и мы вместе с ним. Я проснулся, а когда заснул, мне приснилось что-то совсем другое. Не то какая-то синяя кошка. Не то виселица. Вы не знаете, что бы это могло значить? Я не знаю. Вот и я тоже не знаю. Зато моя бабка, так та любой сон объяснить может. Самый лучший сон, это когда корова на лугу приснится. Это значит повезет в жизни. Только корова на лугу редко кому снится, почти никогда. Скажите, а что вам сегодня снилось? А мне? Мне снились бабочки. Бабочки? Чепуховый сон, когда бабочки снятся. Я бы даже нарочно просыпался, чтобы их не видеть. Бабочки это к хлопотам. Вам скучно жить во дворце? А где же ещё можно жить? А я всегда жена во дворце. А мне скучно. Скажите, а кто вы такая? Принцесса, да? Бедный, бедный. Ведь я же ваша сестра двоюродная. Джен. Первый раз в жизни слышу о такой сестре. Скажите, а кто это такой худой, высокий, в таких длинных сапогах ходит, ещё так важничает? Ах, Ваше Величество, неужели вы совсем ничего не можете вспомнить? Ведь это же ваш дядя, лорд Гертфорд. Вот он идёт. Ваше Величество, к вам лорд Гертфорд, лорд казначей и лорды. Не угодно ли будет Ваше Величество послушать государственную записку казначейства о расходах на содержание королевского дворца? Давайте, читайте. Слушай, государь. Государственное казначейство с прискорбием сообщает, что расходы по содержанию королевского дворца превысили 937 тысяч фунтов, из коих 936 тысяч фунтов ещё не уплачены. А между тем расходы растут. Государственный совет разработал новый проект по дополнительному штрафованию населения. Нет, это не годится. Отмените все налоги и штрафы. Зачем расходовать столько денег? Сколько у нас слуг? 70 конюхов, 40 полотёров, 30 поваров, 40 поварят. 25 обойщиков, 60 портных. 60 охотников и 50 псаников. 50 птичников, 100 поженников. Итого 525 слуг, Ваше Величество, не считая многих других. Эдак мы, конечно, прогорим дотла. Вот что, дядя, нужно будет снять дом поменьше. И хорошо бы, дядя, купить маленький домик как раз напротив хлебного рынка. Что вы на этот счёт думаете? Ваше Величество... И потом я слышал, у нас много собак. Да, Ваше Величество. Так вот, одну поменьше и позлее оставьте, а остальных продайте. А на утренние завтраки готовьте мне тоже что-нибудь подешевле. И больше всего на свете я люблю гороховую похлёбку с луком и копчёную форель с кислой капустой. Буш! Ну, довольно толковать о делах. Я побегаю по дворцу. Это зал. И это зал. А это что-то комната? Классная. Классная. Надо заглянуть. Надо правильно читать. Надо правильно считать. Надо правильно писать. Что это значит? За что вы бьете мальчика? За ошибки, ваше величество. Какие ошибки? Ваши, ваше величество. Я ничего не понимаю. Ваше величество, вспомните. Утром, накануне смерти короля, вы допустили в диктанте 52 ошибки. Я? Вы, ваше величество. Наказание было отложено ввиду траура. Но теперь... Раз, два... Сейчас же отпустите мальчика. Но, ваше величество... Вы что, плохо слышите? Отпустите его и уходите. Слушаюсь, ваше величество. Вставай, мальчик. За что они тебя бьют? За ваши неправильные ответы и ошибки в диктантах. И чем хуже вы учитесь, тем сильнее меня бьют. А с какой же стати секут тебя за чужие ошибки? Ваше величество, вы забыли? Ведь они же меня всегда бьют, когда вы плохо приготовили уроки. Ах, понимаю, понимаю. Ты помогал принцу учиться, и тебя наказывали, если ты плохо подготавлял его, да? Что вы, ваше величество? Ну, разве и посмел бы я учить вас? Да что за чепуха? Или я в самом деле рехнулся, или вы все тут посходили с ума. В чем же твоя вина? Так я-то не виноват. Но не может же учитель бить ваше величество. Ваша личность неприкосновенна. Поэтому-то за ваши ошибки бьют меня. Безобразие! И больше этого никогда не будет. Я освобождаю тебя. О, не делайте этого, государь! Может быть, вы и поправитесь, и опять будете плохо учиться. Что за чудеса? Тебе, верно, пришлось по вкусу. Быть битым ни за что, ни про что. О, нет! Бьют-то меня больно. Очень больно. Но ведь спина моя кормит меня. Я ведь получаю за это жалование. Ну, а если меня не будут бить, то выгонят на улицу. И моя бедная мать и сестры пропадут с голоду. Успокойся. Успокойся. Я дам тебе другую должность. Благодарю вас, ваше величество. Я бы пропал с голоду, если бы меня выгнали на улицу. А я пропадаю здесь вот, во дворце. И был бы счастлив оказаться на улице. Мне здесь так скучно. Хочешь, мы будем дружить с тобой? О, ваше величество, смею ли я? Да я совсем не ваше величество. А такой же мальчик, как и ты. Это лорды сделали меня вашим величеством. А я совсем наоборот. Но, ваше величество, ваше величество, разрешите мне покинуть вас. Я хочу поделиться радостной вестью с моей больной матерью. Ну, иди, иди. И этот тоже считает меня сумасшедшим. Ну, что ж, сумасшедший так сумасшедший. Пусть ветер гуляет в кармане, Ни фартинга нет за душой, Друзьям унывать мы не станем, Ведь бедность порог небольшой. Злобный Герфорд выходил из себя, Глядя, как том хозяйничает во дворце. Почему снимают занавесы? Я вас спрашиваю, главный дворецкий, Почему снимают занавесы? По приказу короля. Он велел их снять и продать на ярмарке. Он сказал мне, завтра праздничный день, И мы сумеем взять за них хорошую цену. Боже мой! Я не знаю, я не знаю, что будет дальше. Король сам ходит на кухню И проверяет кастрюли. Ну вот посмотрите, во что нам приходится одеваться? Вот в этот репьёк. Во что превращен дворец? Если покойный король смог об этом сейчас узнать, Он перевернулся бы в гробу. Я думаю, покойный король уже устал менять свое положение. Да, вы правы. Здравствуйте, милорд. Что это с вами, сэр? Ох, не спрашивайте, я прямо с ярмарки. Вы были на ярмарке? Что вы там делали? Я продавал королевских собак. Представьте себе, кажется, хорошо за них взял. Король останется доволен. Вы в вашем звании были на ярмарке и продавали собак? Тише. Король идёт. Здравствуйте. Здравствуйте, ваше величество. Ну что, занавеси сняли? Да, государь. Очень хорошо. Дядя, вы отвезите их на рынок и постарайтесь не продешевить. Нам нужно выколотить ещё изрядную сумму для покрытия расходов покойного короля. И лучше всего, дядя, посоветуйтесь с лавушником Гуго Питерсом. Он торгует москотельными товарами и не оставит вас без доброго совета. Слушаю, государь. Собак всех продали? Да, продал, ваше величество, продал. А ту, что поменьше и позлее, оставили? Оставил, ваше величество. Скажите, а откуда вы узнали, что она злая? А когда я её схватил за ошейник, она мне как цапнет за ногу, ваше величество. А, хорошо, хорошо. Зайдите к королевскому лекарю, он вам поможет. Идите все. Слушай, государь. Если б кто-нибудь знал, как мне всё это надоело, неужели я никогда не выпутаюсь из этой комедии? Если б я мог встретить настоящего принца, чтобы он мог заменить меня. Что там за шум? Что там за шум на улице? Эй, стража, выясните, кто там шумит? Слушаюсь, ваше величество. Я устал возиться со всем этим. А лорды? Они привыкли болтать языком. Никогда в жизни не думал, что их так много. Теперь понятно, почему мне приходилось собирать милостыню. Ваше величество! Ваше величество! Ваше величество! Вы велели узнать, что за шум на улице. Я послал к начальнику стражи, чтобы выяснить, в чём дело. Ваше величество! Стража задержала мужчину и маленького борбыша. Мужчина обвиняется в убийстве. Их ведут в тюрьму. Привезти мужчину сюда! Слушаюсь, ваше величество! Я сам буду судить его. И всех лордов позовите ко мне. Слушаюсь, ваше величество! Как тебя зовут, друг? Гентон. Шериф, в чём вина этого человека? Он лишил одного из ваших подданных жизни посредством яда вашего листа. Его вина доказана? Государь, я не виновен. Моя вина не доказана. Но я говорю не об этом. Я прошу вас спасти жизнь несчастного ребёнка, схваченного вместе со мной. И тогда я спокойно пойду на смерть. Если ты можешь сказать что-нибудь в своё оправдание, говори. Государь, я не виновен. Я мог бы доказать, что в тот самый час, когда, по словам свидетеля, я губил человеческую жизнь, я спасал жизнь человеку. Я вырвал из рук пьяного и дерзкого бродяги несчастного ребёнка, который в своём безумии уверял всех, что он король. Этот несчастный мальчик мог быть единственным моим свидетелем, хотя он осуждён вместе со мной. И я прошу вас, государь... Завольна! Он говорит, что он король? Да. Приведите мальчика ко мне! Скорее! Наконец-то! Наконец-то я попал к тебе во дворец! Как ты смеешь сидеть на моём троне? Не ты, а я король! Не обращайте на него внимания, он тяжело болен. Гентон, молчи! Я лишу тебя графского титула! Вард Гердфорд, прикажите стражникам отпустить меня, если они сами не хотят повиноваться королю! Эй, стража! Выкиньте этого нищего! Под страхом смерти запрещаю трогать его! Он король! Он настоящий король! Как хорошо, что ты нашёлся! Они все решили, что я это ты! И ничего не хотели слушать! Садись скорее на своё место! Мне надоела эта работа! Позвать врачей! Король плохо себя чувствует! Дядя! Я пока ещё никому не уступал королевского места! Приказываю подчиняться мне! Милорды! Мне кажется, что нам всё это только кажется! Докажи им, что ты король! Говори, Эдуард! Эй, нищий! Если ты действительно король! Может быть, ты знаешь, где большая королевская печать? Вот идея! Да! Я знаю, где печать! Лорд Сен-Жон! У самого пола в левом углу в стене медный гвоздь! Нажмите шляпку гвоздя, и перед вами откроется потайной шкафчик, о существовании которого никто на свете не знает, кроме меня и мастера, делавшего его! Первое, что попадётся вам на глаза, будет государственная печать! Что вы стоите? Исполняйте приказ короля! Нажмите гвоздь! Слушаю, ваше величество! Никакой печати тут нет! Выбросить ничего на улицу! И наказать его плетьми! Кто тронет его, тот поплатится жизнью! Ой, я сам положил туда печать! А какая она из тебя? Большая, круглая, тяжёлая, с золотым ободком, да? Да, да, да! Ну, теперь я знаю, что такое это ваша большая государственная печать! Теперь я отлично знаю, где она лежит! Но не я первый положил её туда! А кто государь? Мальчик, который стоит перед вами! Он сам скажет, где она! И тогда вы поверите, что он король! Ой, теперь я не знаю, где печать! А ты подумай, потрудись припомнить! Куда ты её положил? Ой, я припоминаю весь тот день! Но что я сделал с печатью, я припомнить не могу! Ну, погоди! Не плачь! Слушай, что я тебе скажу! Я вызову в твоей памяти весь тот день во всех подробностях! Ты помнишь, мы с тобой разговаривали? Я рассказывал тебе о бабке, о том, как мы, мальчишки, играем на дворе объедков! Ты это помнишь? Да, да, да! Ты предложил поиграть, мы поменялись одеждой, встали перед зеркалом и оказались так похожи друг на друга, словно не переодевались вовсе! Ну? Ты побежал к двери, затем вернулся, схватил штуку, которую вы называете печатью, и положил её... Довольно! Вот она! Ваше величество! Но как ты запомнил, куда я спрятал печать, а? Это было нетрудно, так как я не раз употреблял её в дело! А что же ты делал с королевской печатью? А я щёлкал ею орехи! Ваше величество, но как же вы оказались на улице? А я выбежал в одежде нищего, часовые не узнали меня и вышвырнули за ограду! И выщий был королём, какой ужас! Хорошо, что мы не успели отменить налоги! Нет, мы успели отменить налоги, торговец с собаками! Кто посмел отменить налоги? Я! Да как ты смел? Очень просто! Я не хотел грабить наш народ! Ты скажи мне спасибо, а не кричи на меня! Сейчас же восстановить все налоги! Слушай, Ваше величество! Замечаю! Я назначаю на завтра большой королевский бал! Красава Величества! Лорд Сен-Жон, пригласите гостей завтра на травлю собак! Это невозможно, Ваше Величество! У нас нет больше собак! Милорд, я вас не понимаю! Что вы хотите этим сказать? Ваше Величество! Он хочет сказать, что он продал всю королевскую псарню на рынке! В базарный день, Ваше Величество! Одну маленькую собаку я оставил! Назначить тогда петушиный бой! Ваше Величество! Это тоже невозможно сделать! Невозможно! Я вас не понимаю, милорды! Почему невозможно? Ваше Величество! У нас нет больше петухов! Где петухи? Где петухи, я вас спрашиваю! Что же вы молчите? А, их съели, Ваше Величество! Съели? Нет, я что, ослышался? Съели боевых петухов! Всех петухов! Всех до единого, Ваше Величество! И вот этот нищий дал распоряжение королевскому повару на королевскую кухню и сам съел вашего любимого петуха! Раздеть этого негодяя! И бросить его в тюрьму! Не трогайте нищего! Он останется во дворце! Я не останусь! Мне надоели все эти бессмысленные церемонии и глупые рожи-вельмог! Что? Что он сказал? А он сказал, что вы рожа! Нет, это он про вас сказал, что вы рожа! Да вы рожа! Да нет, вы! Нет, он сказал, что мы все рожи! Глупая шутка! Да, но теперь эту глупую шутку будут повторять все! А ты мне нравишься, смелый мальчик! И мы вместе с тобой уйдем отсюда! И чем скорее, тем лучше! И ты, Гентон, покидаешь меня! Я вольный человек, Ваше Величество! И я вам однажды сказал, что Гентон никогда и никому еще не прислуживал! Позвольте мне с этим мальчиком покинуть дворец! Странно! Многие бы считали за честь жить при мне! Мне душно здесь! Я ухожу! А ты оставайся сидеть на этом дурацком троне среди бездельников и плутов! Что это такое? Это поет народ! Как они смеют петь такую дерзкую песню? Разогнать народ! Не отхватить пение! В тюрьму! Всем в тюрьму! Но потише! Потише! Не думай, что ты сильнее всех! Слышишь, что поет народ! Слышишь, что поет народ! Слышишь, что поет народ! И нам, при нас, лежит земля! И мы ее добьемся! И мы ее добьемся!